Вы в курсе, что сегодня в Сочи находится практически три сотни отдыхающих. Количество туристов в летнем курортном сезоне превысило самые смелые прогнозы. Тем самым и население Сочи превышено в несколько раз. Здравствуйте на канале ФКТ. Время программы в курсе. В студии Инга Габешия. Здесь мы говорим на самые разные темы, затрагивающие интересы всех сочинцев. Средняя загрузка гостиниц, пансионатов и санаториев курорта на конец августа превышает 94%. Рекордная заполняемость сохранится и до конца сентября. Таковы данные Управления по курортному делу и туризму администрации города Сочи. О наплыве туристов, который Сочи не видел с 80-х 20 века. О новой стратегии развития санаторно-курортного комплекса мы поговорим с исполняющим обязанности начальника управления по курортному делу и туризму администрации города Сочи Сергеем Дамаратом. Здравствуйте, Сергей Анатольевич. Добрый день. Ну что, назад в СССР, как сейчас говорят сочинцы. Местные пляжи переполнены, впрочем, как и весь номерной фонд. И на воротах мини-отелей, гостевых домов все чаще появляются объявления. Свободных мест нет. Да и риэлторы отмечают, что резервировать отели в Сочи начали еще в январе месяце. Сегодня большая часть лета уже позади. Теперь вот вы озвучите, пожалуйста, примерные итоги. Как Сочи проводит сезон? Значит, хотелось бы сказать, что на территории города Сочи на сегодняшний день размещено порядка 1500 средств размещения разной категории, от 5 звезд до частных отелей, что позволяет разместить единовременно более 200 тысяч человек. За 8 месяцев текущего года на территории города Сочи отдохнуло порядка 4 миллионов 200 тысяч человек, что на 10-15 процентов больше, чем за аналогичный период 2015 года. Значит, в пляжный сезон на территории города Сочи мы зафиксировали примерно 3 миллиона человек. Среднегодовая загрузка здравний составляет порядка 97 процентов. Значит, доходы консультированного бюджета Краснодарского края от нашей отрасли по итогам 8 месяцев мы оцениваем на уровне 2 миллиардов рублей. Это рост по сравнению к предыдущему периоду также примерно на 15 процентов. Но можно сказать, что есть рекорды? Вот глава Сочи отметил, что город принял гораздо больше туристов, чем может принять, ну, по крайней мере, в комфортных условиях. Но тем не менее мы справляемся? Да, мы справляемся и интерес к нашему городу обусловлен помимо ситуации внешнеполитической. Интерес к городу обусловлен также большим количеством событийных мероприятий, которые проходят у нас в городе. Их больше 200 в этом году будет. Значит, большинство из них уже прошло, но также мы ожидаем такие большие мероприятия, как «Новая волна», как инвестиционный форум, как туристский форум международный. Он уже приобрел статус международного и теперь уже, значит, сюда к нам приезжают не только наши коллеги из Краснодарского края России, но также из зарубежных стран. Что в этом году стало новинкой? Может быть, в вашей работе, может, в организации работы с туристами? Значит, в этом году мы отмечаем большой интерес туроператоров, как тех, которые работают внутри страны, так и международных туроператоров в городе Сочи. Значит, туроператоры начали активно формировать турпродукт, в который включается и перелет, и трансфер, и размещение, и питание. То есть комплексный турпродукт, который пользуется большой популярностью у жителей Российской Федерации, когда они планируют свой отдых. Но теперь, учитывая обстоятельства внешнеполитические, значит, точно такой же турпродукт сформирован уже по отношению к курортам Краснодарского края, в частности, к курортам города Сочи. Это все включено, имеется в виду? Это все включено, да. Помимо этого, компания «Энтурист» организовала комплексный продукт, турпродукт, в который включен переезд на поезде. То есть это не самолет, а именно железнодорожный транспорт. Москва, Сочи, Москва. То есть, по сути, это тоже турпродукт, но только посредством ЖД-транспорта. Чартерные рейсы с какими странами уже у нас налажены? Самолеты, по-моему, только успевают взлетать. Да, очень много стран, с которыми уже налажены чартерные рейсы. И помимо этого, мы сейчас прорабатываем вопрос о организации перелетов с Китаем. Значит, в прошлом году делегация города Сочи во главе с главой города Антонией Пахомовым посетила Чэнду, в котором были проведены предварительные переговоры с туроператорами китайской стороны, с перевозчиками. И мы ожидаем, что в ноябре этого года уже будет осуществлен первый перелет из Китая в город Сочи. Здорово. Ну если говорить об интересе к курорту, результат чего, мне кажется, что сейчас в Сочи действительно много возможностей, чтобы разнообразить свой отдых. В этом году отдыхающие штурмуют не только пляжи, но и даже местные каньоны. Огромный спрос на активный отдых отмечается. Так ли это? Сплавы, прыжки? Совершенно верно, да. У нас, значит, помимо пассивного отдыха, который многие из россиян предпочитают в силу того, что они весь год трудятся, им надо отдохнуть, они выбирают сейчас и активный отдых. Это у нас каньонинги, сплавы, различные турпоходы. Значит, возвращаются с советских времен туристические маршруты, восстанавливаются на территории национального парка. Значит, и многие жители, которые приезжают отдохнуть на пляж, они выбирают несколько дней для того, чтобы проехать в горный кластер, также там переночевать и принять какие-то туристские активности подвижные. Ну, если все-таки о пляжах говорить, то в этом году проверки показали, что там арендаторы в пик сезона забывают о благоустройстве, не успевают или не хотят поддерживать чистоту. Вот как с ними ведется работа? Ну, в отношении пляжей можно сказать, что в этом году у нас, значит, уровень благоустройства наших пляжных территорий, он намного выше, чем уровень благоустройства за прошлый год. То есть у нас разработан каталог пляжного оборудования главным художником города Сочи. Этот каталог был передан в начале курортного сезона в рамках подготовки всем пользователям пляжных территорий. Значит, все благоустройство организовано в соответствии с этим каталогом. Если говорить о недостатках, которые присутствуют также на наших пляжах, мы неоднократно их подчеркивали, то тут всему виной, конечно, человеческий фактор. Люди, благоустроив свои пляжи в начале курортного сезона, немножко расслабляются и забывают о том, что все-таки их основная задача это обеспечение безопасности на пляже и санитарное состояние. Потому что наш курорт славится тем, что он очень чистый по сравнению с аналогичными курортами. Но есть наверняка арендаторы, которые в черном списке. Конечно, есть арендаторы, которые в черном списке. Мы их уже для себя определили. На ближайшем заседании комиссии по благоустройству пляжей будет рассмотрен вопрос о расторжении этих договоров с этими арендаторами. Конкурс на благоустройство данных пляжей будет объявлен вновь. По поручению главы города мы информацию об этом конкурсе распространим не только среди города Сочи, но также и по всей России. И теперь все желающие, те, кто выиграет в этом конкурсе, будут принимать участие в благоустройстве наших пляжных территорий. А какие требования сегодня к безопасности на пляжах? Основные требования антитеррористической комиссии города Сочи – это чтобы на пляжной территории постоянно находился, круговодично находился сотрудник частного охранного предприятия. Также на пляже должна быть кнопка тревожной сигнализации. Также вся галечная территория пляжа должна быть охвачена видеонаблюдением. И перед монитором обязательно должен находиться оператор видеонаблюдения, который сможет оперативно реагировать на все проблемные моменты, которые могут возникнуть в процессе пляжной деятельности. Помимо этого еще ряд позиций таких технических, как схема эвакуации с пляжа, ночное освещение пляжа. Масса-масса позиций, которые мы уже давно довели до наших пляжников, почти все их выполнили. Но опять же есть, повторюсь, человеческий фактор, который порой наших пляжников подводит. По поводу закрытых подъездов к пляжам, насколько это целесообразно? У нас есть водный кодекс Российской Федерации, который гласит, что проезд и парковка транспортных средств на галечной территории, в территории водоохранной зоны, так называемой, запрещен, кроме специализированных транспортных средств. Это полиция, пожарная и скорая. Именно поэтому в рамках решения антитеррористической комиссии было определено, что подъезд к галечной части наших пляжных территорий должен быть ограничен. И в большинстве случаев это решение уже выполнено. Значит, пользователи пляжных территорий за свои силы устанавливают эти ограничители. И таким образом мы выполняем требования действующего законодательства Российской Федерации. А по поводу доступа сучинцев на ведомственные пляжи, могут ли они туда попасть? Значит, у нас все пляжные территории условно могут быть разделены на муниципальные открытые пляжи и санаторские. Ряд санаторских пляжей по требованиям антитеррористической комиссии также ограничены в доступе. А также есть у нас санпин-лечебные пляжи, в соответствии с которым люди, получающие лечение на территории санатория, имеют право воспользоваться также и услугами пляжа. Именно поэтому ряд санаторно-курортных организаций в целях обеспечения качественного лечения тех людей, которые к ним приезжают, ограничивают доступ. Но нами практически со всеми санаторно-курортными организациями уже достигнута договоренность о том, что при подаче заявления в здравницу руководство рассматривает это заявление и в кратчайшие сроки выдает индивидуальные пропуска для жителей, которые живут в непосредственной близости от этих здравниц. Ну, как пример, мы можем сказать, пляж гостиницы «Камелия энтурист» выдали больше 500 пропусков. Пляж Металурга, санаторий, они выдали более 400 пропусков для местных жителей только. Здорово. Ну, это, конечно, после того, как к ним обратились власти города. Экскурсии тоже важная часть курортного бизнеса. Много ли сегодня нелегальных экскурсионных фирм? Как вы их выявляете? Ну, мы в рамках нашей работы, естественно, взаимодействуем со всеми хозяйствующими субъектами, которые оказывают экскурсионные услуги на территории города Сочи. И большинство из них достаточно законопослушные и выполняют требования законодательства и администрации города Сочи. Но есть, конечно, у нас и представители, которые нарушают закон. В частности, совместными рейдами с УВД, сотрудниками управления по курортному делу и туризму, за этот летний сезон уже вывезено более 65 будок, оказывающих экскурсионные сервисы, которые были незаконно размещены на муниципальной территории без соответствующей разрешительной документации. Это на территории Лазаревского района, на территории Адлерского района. Центральный и Хостинский районы у нас самые законопослушные районы в этом отношении. Несколько дней назад Вениамин Кондратьев принял участие в заседании Госсовета под председательством Владимира Путина по развитию туризма. Там, в Алтайском крае, губернатор отметил, что на курортах Краснодарского края отдыхает треть россиян. Кубани есть о чем рассказать регионов, но есть и куда расти. И чтобы повысить инвестиционную и туристическую привлекательность курортов, необходимо в том числе передавать пляжи, в частности Краснодарского края, в муниципальную собственность. С таким предложением к президенту обратился Вениамин Кондратьев. И давайте послушаем его комментарий. Чтобы курорт расширялся, необходимо развитие инфраструктуры. Без развития инфраструктуры развитие курорта никакого невозможно. Ни Черноморского, ни Сибирского, и в том числе и Белокурихи. Поэтому нам очень важно, чтобы мы, конечно, чувствовали господдержку. Она должна быть для того, чтобы мы имели развитие. То есть новые точки роста. Новые точки роста – это новые туристы, новые отдыхающие. И, конечно, это развитие самой экономики того региона, который оказывает курортные услуги. К слову, Владимир Путин дал поручение проработать данный вопрос. Ну а к марту следующего года в России разработают стратегию развития санторно-курортного комплекса. Ну вот ваше мнение. Что изменит и как повлияют эти инициативы, в частности, на курорт Сочи? Позиция Вениамина Ивановича Кондратьева абсолютно правильная. И все пляжные территории, которые находятся на Черноморском побережье, они должны быть переведены в соответствующий муниципалитет. Для того, чтобы на муниципальном уровне возможно было более просто и качественно организовывать пляжный сервис. Город Сочи опять оказался у нас впереди всех курортов Краснодарского края. Мы еще ранее, в соответствии с поручением правительства, все федеральные пляжные территории были, практически все федеральные пляжные территории, были переданы в муниципалитет, в собственность муниципалитет. Для чего это было сделано и какие в этом есть плюсы? Основная проблема заключается в том, что в случае, если федеральный земельный участок, который фактически является пляжной территорией, передается Росимуществом в аренду какому-либо хозяйствующему субъекту или физлицу, то мы здесь на месте, как бы очень сложно нам как-то влиять на уровень благоустройства этой пляжной территории, ввиду того, что мы не являемся стороной договора этого между хозяйствующим субъектом и Росимуществом. Поэтому периодически у нас возникали такие сложности во взаимоотношениях с пользователями, потому что они, как правило, находятся вне территории города Сочи и организовать с ними работу по благоустройству пляжа достаточно сложно. А когда пляжные территории находятся в муниципальной собственности, здесь мы на местном уровне легко можем взаимодействовать с нашими хозяйственными субъектами и добиваться уровня благоустройства того, который нам нужен. Сергей Анатольевич, а что касается сейчас борьбы с неформальной занятостью, в курортной отрасли, по-моему, тоже очень активно ведется эта работа? Конечно. Мы сотрудники управления по туризму, сформировали мы три рабочие группы. Они единовременно в каждом внутригородском районе осуществляют обходы малых средств размещения. У нас, как правило, самое проблемное – это малые средства размещения, потому что там, как правило, семейный бизнес, участвует собственник дома, и он привлекает своих же родственников. Именно поэтому мы обходим все малые средства размещения, вызываем в случае выявления неформальной занятости, мы вызываем их на межведомственную комиссию, на которой уже рассматриваем детально каждый объект, анализируем потребность в персонале на этом объекте, потому что это очень важно. Если у нас гостиница, и у нее 20 номеров, ее не может обслуживать один человек, сразу будет ухудшен уровень сервиса, и люди будут жаловаться на эту гостиницу. Мы, понимая эту историю, собираем наших собственников малых средств размещения на комиссии и настоятельно рекомендуем им, если у них не хватает персонала, то донабрать этот персонал и заключить соответствующие трудовые договора. В случае, если мы не видим взаимопонимания, тогда материалы передаем в трудовую инспекцию, и трудовая инспекция уже составляет протоколы, которые все-таки заставляют задуматься наших предпринимателей, потому что 100 тысяч штраф за одного человека – это достаточно весомая цена нарушения закона. Нарушения закона, налоги, и, как правильно отмечает мэр города, что, ко всему прочему, это и вопрос безопасности. То есть все эти сотрудники, которые не оформлены, мало о них кто что знает. Совершенно верно, да. Именно по поручению главы города Сочи, Анатолия Николаевича Пахомова, мы сейчас требуем от всех наших предприятий санаторно-курортного комплекса при приеме на работу обязательно передавать данные о сотруднике, которые они берут в ВВД города Сочи для того, чтобы те провели проверку о причастности или отсутствии причастности в ранее совершенных нарушениях, либо причастности к каким-то группировкам незаконным. Ну и Сочи все-таки курорт круглогодичный. Конец лета – не конец сезона, впереди бархатный сезон. Вот какие ожидания на этот период? Ну, естественно, по информации наших туроператоров, наших турагентств, спрос на курорты города Сочи в бархатный сезон и зимние праздники также будет превышен, чем в аналогичные периоды прошлого года. Администрация города Сочи уже сейчас задумывается над тем, как будут функционировать наши горнолыжные курорты в связи с этой повышенной нагрузкой. Уже сейчас прорабатываются транспортные планы, прорабатываются планы по организации безопасности, по организации сервисов внутри самих курортов на должном уровне, потому что опыт прошлого года нам показал определенные недостатки, которые мы учли уже при подготовке к этому зимнему сезону. И я думаю, что мы справимся с этим повышенным турпотоком и россияне будут рады посетить наш город, наши горнолыжные курорты и еще раз сюда будут возвращаться неоднократно. То есть рекорд будет установлен не только летом, но и на новогодние праздники? Совершенно верно. И помимо новогодних праздников, еще я думаю, что рекорды у нас будут установлены и в межсезонье, потому что мы сейчас стараемся от этого понятия отходить. Мы загружаем наши средства размещения, наши предприятия разного рода событийными мероприятиями, поэтому межсезонья, как такого понятия, уже у нас практически не существует. Сочи – курорт круглогодичный. Совершенно верно. Спасибо вам, Сергей Анатольевич, огромное за беседу. Удачи вам в вашем труде. В Сочи есть и предложения, и спрос. Ну а в целом на курортах Краснодарского края необходимо развивать инфраструктуру, отмечают губернаторы. Помочь в этом может новый механизм – так называемые курортные сборы. Речь идет о разовых платежах, которые и принесут в бюджеты муниципалитетов дополнительные доходы. В скором времени такая мировая практика может коснуться и Сочи. Ну а ежегодно Кубань принимает почти треть внутреннего туристического потока страны. Каждый четвертый россиянин, отдыхавший в санатории, выбирал именно Краснодарский край. Эксперты не сомневаются – заграничные курорты не будут столь востребованными, как раньше. Для хорошего отдыха имеется все и в нашей стране, и в первую очередь в Южной и Олимпийской столице. Напомню, гостем нашей студии был исполняющий обязанности начальника управления по курортному делу и туризму администрации города Сочи. На этом время нашей программы подошло к концу. Я с вами прощаюсь. Всего вам самого доброго и будьте в курсе всех событий своего города. Спасибо. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова